Субтитры сделал DimaTorzok Межклеточное вещество, которое было в норме мертвым Так выглядит препарат в увеличении 100 Гемотоксилина и азинокраска Твердая разговора оболочка до обработки Мы можем видеть следы клеток И клетки целые можем видеть Вот в этой зоне Слева посередине мы можем видеть клетку Или можем видеть клетку в центре Немного правее А если мы смотрим препарат После очистки То здесь никаких клеток Мы не встречаем вообще И признаков их следов нет Вот так выглядит очищенная Твердая мозговая оболочка Дизайн разреза Протокол хирургической операции Дизайн разреза Он интерсулькулярный Немного отступив от сосочка Мы делаем разрез параллельно корме зуба Отслаиваем слизистый мышечный лоскут Полнослойно Полнослойно расщепленный Ниже мукогенгивальной границы Он соответственно расщепленный А до этого полнослойный Создаем карман в послизистом пространстве Затем обрабатываем медикаментозно рану Ну и синие пункты Они подходят для всех протоколов операции Как с использованием пластического материала Так и без А пункты выделены красным Они подходят в том случае Где мы используем соответственно Трансплантат твердой мозговой оболочки Потому что нам нужно подготовить Перфорировать, регидратировать Кизотоническим раствором Медикаментозная обработка раны Перед установкой И фиксация аллатрансплантата Отдельно в операционном поле Узловыми швами по периметру Чаще она происходит Или к зубам Двойными обвивными Петлевидными кисетными швами И фиксация слизистой Косничного лоскута Крестообразным Вертикальным прижимающим швом В том случае, если мы используем пластический материал Ушивание операционной раны Двойным обвивным Кисетным швом В том случае Если мы не применяем пластический материал Это однослойная методика А если мы применяем То дополнительно мы также накладываем Фиксирующий крестообразный вертикальный шов Прижимающий Который снимал бы нагрузку С основных швов За счет мобилизации тканей И также Горизонтальный Прижимающий швы Дополнительно В том случае, если применялся пластический материал Или не применялся Однослойно-дуслойно методика В основании слизистой надкосничного лоскута Который был мобилизован Чтобы зафиксировать лоскут В новом положении Лабораторная часть исследования Подразумевала Эксперимент на 90 крысах Был отработан хирургический протокол Отмоделированный операцией В ней, в этой модели Мы исследовали В дальнейшем Все животные были пооперированы По стандартному протоколу Формирование слизистой мышечного лоскута Использованные твердые мозговые оболочки Регидратированные Фиксации или без фиксации В тех случаях, как здесь Это, в общем, не требовалось Отсмачивали мы ее тут В вибрационном поле сразу Но перфорации имели место Во всех случаях Для придания дренажных свойств Профилактики отек И ускоренному прорастанию сосудов Через толщу аллогенной твердой мозговой оболочки Фиксировалось все Обливными швами Ну и состояние мягких тканей Оно было абсолютно адекватно По цвету Тургор ткани был восстановлен Через 7 дней Что говорило о том Что, в общем, все показатели Они в норме И происходит регенерация Замечения тканей Рентгенологически мы наблюдаем давно Анализируя компьютерные томографии Что в этой зоне происходит Увеличение костной массы Объема И уплотнение Изменение костного рисунка Вот как было, а вот как стало У нас меняется состояние костных пиков Справа была дырка Она уменьшилась Или тут было слева видно Что дырка уменьшилась Мы наблюдаем, что формируется Какая-то структура Да, у нас все скептики Кто говорит, что нет Ничего там не выросло Посмотрите Но больше ничего не может иметь Такую плотность Заметную на компьютере томографии Это, конечно же, очевидно Костная ткань Ничего там не накладывается А наоборот формируется поддержка Адекватная Тем структурам, которые есть Гистоморфологическое исследование Показало, что материал видит организм То есть аллогенный материал Он виден, обработанный по такой технологии Поскольку он сохраняет все свои пространственные свойства И по факту является кондуктором А в отдельных случаях даже индуктором Образования новых тканей То есть как мукогенеза Так и когда Правильно, слизистые Гингевогенеза Соответственно Остеогенеза и так далее Поэтому клетки его активно облепляют со всех сторон Это заметно на всех частях препарата И вот эта структура Которая, как сложенная книжка Это и есть твердая мозговая оболочка Мы видим много Макрофагов, которые приходят Нитрофилов Макрофаги там уже двухъядерные Или это уже остеокласс формируется Который, судя по тому, что он прилипает к структуре Начинает активно биодеградировать твердую мозговую оболочку Здесь можно видеть Низжевые Низжевые Толщи и структуры твердой мозговой оболочки То, что мы видим Вот эти мелкие красные клетки Это эритроциты в кровеносных сосудах Посередину зеленый Это шов Это фрагмент шва Нитки на срезе, которая отображается И также мы видим Слева биодеградирующую Твердую мозговую оболочку Остатки А справа мы видим уже Что у нас формируется новая ткань Структурированная Которая И есть элементы также, которые биодеградируются На контроле мы видим абсолютно аналогичную картину Активный ангиогеноз Все восстанавливается Формируется повторно микроциркультурное русло От травмы, от операции И все показатели в норме От увеличения на 400 Один из ключевых препаратов Который объясняет проделанную нашу работу И те результаты, которые Они наконец-то консолидировались Это то, что формируется Кость Везде, где мы видим указанную стрелку Структура Это надкосница Это перевоз Комбиальный его слой А вот эта сформированная структура Правее Это, соответственно, новая губчатая кость С костными балками Сформированными А далее линия цементации Контакта с нативной костью челюсти И мы везде видим аналогичную картину У всех животных Поэтому, в общем-то В честь животных Была выведена эксперимент досрочный И кролики, которые тоже планировались В общем-то Они не пошли на забой И мы вывели их эксперимент По причине того, что везде результаты Получились абсолютно сопоставимы И идентичны Смысла дальше просто Использовать животных В эксперименте Было неоправдно Клинически мы наблюдаем На протяжении многих лет Результат От использования твердой мозговой оболочки Мы видим, что восстанавливается Высота межзубных сосочков Да? Утраченная Мы видим, что у нас Странится глубина рецессии Десны Мы видим, что восстанавливается Объем межзубных сосочков Которого не было И он формируется Повторно совершенно Другого качества Заполняются пустоты И черные треугольники Конечно, на крупных фотографиях В реальности Здесь очень увеличено И заметно много деталей В полости рта Конечно, этого так не заметно И поскольку все-таки Мы оперируем в случае Чаще множественных И генерализованных рецессий Картина клиническая Которую мы наблюдаем Она тяжелее средней Скажем так Вот как На данном клиническом примере Когда очень глубокие рецессии С образиями И через Продонтологическое лечение Оперативное И затем через ортодонтическое Мы получаем Такой хороший показатель Ну а вот эти Клиновидные дефекты Они закрываются материалом На самом деле Все получается очень эстетично И красиво Потому что уровень десны Так находится на том уровне На котором он должен был быть Создание прикрепленной Кератинизированной десны Восстановление Создание объема кости альвеола Как мы видим Что на исходной ситуации Просвечивают корни зубов Опекальные коронки зуба Везде А соответственно В результате Мы видим Что этого нет Картина тоже поменялась У нас сформировался преддверий И активная Восклеризация Которую мы видим В результате Ну и нечто похожее Картину Тоже за слизистые мышечные тяжи Были одни Мелкие преддверия Полости рта И мы сформировали преддверие Которое дало адекватный результат В течение лицессии десны Сформировало объем мягких тканей Утолщается Изменяется полностью Биотип десны Поэтому в одной операции Можем объединить Несколько этапов И решить сразу проблемы Травматического характера Или анатомические Фенотипические проблемы Меняя фенотипические показатели Вопреки Генетически запрограммированному механизму Потому что в условиях жизненной адаптации Человек К сожалению У него открываются такие проблемы В связи с его Индивидуальными особенностями Именно генетическими Которые диктуют фенотип Мы видим, что везде Зенит и рецессия уходят Во всех группах исследования Комплекс тканей Формируется повторно И в группе контроля Обязательно в пустой полости В строме Образуются новые структуры А в группе исследования Всегда путем биодеградации Пластического материала Замещаемого новыми тканями Костной, соединительной Или обеими видами Везде, где пластический материал Именно аллогенный дуроматор Был установлен Субпериостально образовалась кость А интергенгивальный Соединительная ткань Утолщение изменения биотипа диск Происходит в значительной мере За счет травмы от операции И частично так же За счет пластического материала Если он находится интергенгивальный То есть в зоне отсутствия надкосницы Сроки регенерации Замещаемыми тканями В обеих группах Абсолютно одинаковые Реакции на операцию Сопоставимы Независимо от использования Пластического материала Протокола выбранного Стратегии Тактики всего остального Везде одинаковые реакции Связаны с хирургическим вмешательством И аллогенный имплантат ТМО Стимулирует очевидную Оссификацию в этой зоне Поэтому и замещается Под надкосничной Костной тканью Обеспечивая поддержку Мягким тканям парадонта И круговой связки зуба Которая формуется повторно После операции Что защищает от рецидивов И определяет Долгосрочный результат И успех Хирургического лечения Рецессии десны Во всех случаях Применение пластического материала При хирургическом лечении Рецессии Оправданно устанавливать его Конечно же Используя Суппериостально Формируя полнослойный лоскут Острым методом Лучше скальпелем Во избежание размножения тканей И сохранение всего Комбиального слоя Перевоза на лоскуте При этом Использование ТМО Конечно предпочтительно Ввиду ее осификации Восстановление Создание объема Костной массы Замыкающей пластинки Альвеола Вестибулярно Оказывает поддержку Мягким тканям Десны Вновь образованы Связки зуба О чем мы и сказали Уже препятствия рецидиву И образование В зону установки Твердомозговой оболочки Комплекса Костной оценительной ткани Определяет стабильность Результат хирургического лечения И благоприятный прогноз В долгосрочной перспективе Твердомозговая оболочка В измельченном виде Может применяться И при костной пластике Как пластический материал В костных дефектах Или на правильной тканевой регенерации Благодарю вас за внимание Хорошего всем дня И настроения